Мы должны увидеть не более чем 25 базисных пунктов. 50 будут, я думаю, катастрофой. Всем привет, вы на канале CryptoCommons, это срочный апдейт. Заключается он в том, что завтра заседание ФРС, где будет принято решение по процентной ставке. И что будет с биткоином и с другими рынками. Смотрите-ка, по-любому будет высокая волатильность, как мы с вами знаем в такие моменты, поэтому давайте себя обезопасим, будем использовать стоп-лоссы, если торгуем на бирже, и правильный риск-менеджмент. Итак, 1 февраля состоится заседание в 22 часа по АМСК, и затем выступление Джермы Пауэлл. На данном заседании ожидают повышения процентной ставки на 0,25%, потому что инфляция замедляется и сейчас составляет 6,5%, что значит поднятие процентной ставки 7 раз подряд ультраагрессивное, и в 8-й последовательный раз мы видели, что в прошлом году помог, по мере того, как уровень инфляции в США наглядно сокращается. Не больше, чем 25 базисных пунктов. 50, я думаю, будет катастрофой. Нам нужно 25, но нам также нужно увидеть сообщение о том, что ФРС не только видит, что их политика работает, но и то, что они приближаются к концу своего ужесточения, и что нам предстоит многое еще сделать. Я не думаю, что рынки примут эти слова очень радушно. Я думаю, что 25 базисных пунктов – это все, что им следует сделать. Но и кстати, мы получили декабрьский отчет об объеме денежной массы. Это то, за чем я очень внимательно слежу. 2022 год показал самый медленный и меньший прирост денежной массы с момента Великой депрессии 1930 года. И это кое-что, о чем следует подумать. У нас получилась самая огромная инверсия кривой доходности государственных облигаций за более чем 40 лет. Это самый надежный индикатор рецессии. И это кое-что, о чем стоит подумать. И зачем ФРС продолжать и еще больше увеличивать инверсию кривой доходности находится вне моего понимания. Но пока Джером Паул работает на подавление крипторынков, Илон Маск настроен по крипторынкам по быче. Горячие новости. Твиттер официально запустил регуляторный процесс по включению платежных инструментов в США. Недавно Илон Маск объяснил, для крипто в будущем отведена определенная роль. И это не новость, что в Твиттере должна быть платежная система и для фиата, и для крипто. Вот его последняя 90-секундная речь. Я считаю, что для крипто отведена определенная роль в будущем. Я не говорю о какой-то конкретной криптовалюте, как средство обеспечения того, чтобы денежная система не погрязла полностью в коррупции. По сути, она, конечно же, составляет конкуренцию в финансовой системе. И чем больше фиатная система становится более ограниченной, крипто будет расти. По сути, чем лучше работает фиатная система, тем менее видимой будет криптосистема. И чем хуже фиатная система, то тем больше будет расти крипто. Вас настораживают новости о криптовалютах центробанков? Я думаю, что они не понимают, о чем говорят. Да, действительно. Очень многие теоретизируют, что ситуация с FTX и последствия сыграли роль в ускорении нашего движения к централизации и цифровому доллару. Упал головой о пол. Что ж, я думаю, они жалуются на две вещи. Во-первых, все деньги, почти все деньги уже в цифре. Фиатная денежная система для практических целей состоит из серии гетерогенных мейнфреймов, работающих на антикварном языке кобал. Это, кстати, реальная денежная система. Это удивительно. Это... Сложнейшие мейнфреймы работают на древнем кобале. На древнем. И все делают в пакетном режиме. Так устроена наша актуальная фиатная денежная система. И... И когда банки пытаются создать свою собственную криптовалюту, я думаю, это неуместно. Люди будут использовать ту криптовалюту, которую они считают надежную во времени и не будут, в которую не верят. В общем, ребята, я к тому, что ждите высокую волатильность, обезопасьтесь стоп-лоссами и правильным риск-менеджментом. И если вы этим торгуете на бирже, ребята, то я напоминаю, что на бирже BitGet сейчас идет соревнование по нашей ссылке из описания. Вступайте, нажимайте, переходите, регистрируйтесь. Нажимайте вот здесь зарегистрироваться. И торгуйте всеми фьючерсными парами, как обычно. Показывайте хороший ПНЛ и забирайте призы. И забирайте призы вместе с нами CryptoCommons. Добавляйтесь к нам обязательно в Telegram канал, в Telegram чат. Все ссылки в описании. Ставьте лайк обязательно, если вам заходит такой контент со срочными крипто-новостями. Подписывайтесь на канал, если вы у нас новенький, и проверьте колокольчик. И что я хочу сказать, что глобально, еще раз вам говорю, вот на недельках я жду наверх, потому что посмотрите, какая красота здесь. Дивер на дивере, зеленая точка на зеленой точке. Это что по биткоину мы сейчас видим. Возврат к сетке EMA Ribbon. Да, как бы мы можем здесь найти некое сопротивление локальное и встать в какой-то флэт небольшой. Но в целом я думаю, что мы пойдем наверх, выше сетки, как это обычно и происходит, когда мы ее пробиваем. И напоминаю вам, что на месячном таймфрейме, друзья, у нас историческая зеленая точка, месячная зеленая точка на сайфере, вместе с первой зеленой месячной свечой, ребята. И на мой взгляд, круче сигнала просто, ну, быть не может. Плюс еще вот у нас месячный хэш-риббонд, орет, бай, писайкл ботом, говорит, что это дно. И я не знаю, если вы сейчас не покупаете биткоин, ребята, то, ну, просто вот, посмотрите, где в прошлые разы у нас с вами писайкл ботом и хэш-риббонд орали бай. Ну, здесь он тоже орал, просто это месячный. Короче, все, ребят, все ссылки в описании, все сделки открыты. На байбите тоже. Держу, тащу, по битдау перезашел, очень красиво. Очень красиво вот на этом откате перезашел. Почему я вам говорю, важно забирать прибыль и перезаходить, потому что вот такие откатики случаются. И на фемиксе высокорисковый месячный скальп лонг буду держать. Взял на 10 битков лонг, короче, в высоком плече, потому что вижу месячную, еще раз вам говорю, зеленую свечу хэка наши. Все, всем спасибо. Помните, что завтра заседание ФРС в 10 вечера по Москве. Будьте осторожны, высокая волатильность, берегите себя. Все ссылочки в описании всем профитролей. Добавляйте к нам в тележку и до следующей встречи. Пока.